Восстановить экосистему реки Монча, возродить исчезнувшую популяцию кумжи, вернуть водной среде прежнюю природную силу. Такую задачу уже несколько лет решают ученые Карельского научного центра при поддержке компании Нурникель. В природной среде все взаимосвязано, не существует неважных составляющих. А это значит, что усилия людей помогают сохранить хрупкую экологию севера, восстановить утраченное ради будущих поколений. Река Монча порожистая, быстрая, протекает близ города Мончегорска, длина ее 86 километров. Начинаясь от безымянного озера, она несет воды к заполярному гиганту – озеру Имандра. Каждая река – это целый мир, где есть своя среда, особенности состава – растения и живые обитатели. И Монча не исключение. По свидетельствам ученых, сто лет назад эти воды населяли кумжи и сик, известные на Кольском полуострове виды. Но браконьерство, лесосплав, влияние человека разрушили нерестилище на Монча. Причин множество. Но ученые говорят, что сейчас важнее поддержать водную экосистему, вновь сделать ее устойчивой и полноценной. Начал приходить сик за счет ущистили, в том числе ГМК, это ежегодные выпуски молоди. Пробовали устанавливать гнезда с икрой. То есть сик реально пошел, рыбаки ловят, как летом, так и зимой подо льдом. Сик идет. Но вот кумжу все-таки нам еще не удавалось здесь обнаруживать. Уже три года их теологи при содействии Кольской ГМК и Нурникеля работают над полным восстановлением рыбных популяций. Труд непростой. Например, для будущего стада кумжи сначала отобрали родителей. А минувшей осенью настал важный момент. Близ одного из порогов на Монча разместили 10 гнезд инкубаторов. Теперь самое время оценить, сколько икринок стали мальками. Разработка наша. Это уже примерно 18-20 модификация. 10 было запатентовано. В каждом гнезде 3000 икринок. Эта экспериментальная технология позволяет имитировать естественные процессы и при этом создавать лучшие условия для развития. Сейчас мы производим снятие гнезд и оценку эффективности применимости этих устройств и эффективности выхода личинок. То есть первые вскрытия показали довольно высокую эффективность. Отход составил порядка всего 2-3% погибших икринок. То есть остальная молоть покинула успешные гнезда естественным образом и во время паводка распределилась по данному порогу. Сейчас мальки кумжи очень малы. Их называют сигалетки 0+. Они прячутся, но вскоре подрастут и начнут питаться самостоятельно. Инкубатор покинули более 2,5 тысяч мальков. Отличный результат. И на этом этапе очень важно, чтобы у молодого стада не было иных угроз, кроме естественных хищников. В просветительской работе логистики помогает фонд «Мурманский лосось». Формирует и комплексные бригады специалистов для охраны молодой популяции. Рыба восстанавливается, ее начинают активно ловить. Но есть запретное время. Как раз для реки Монча это с 1 сентября по 30 ноября здесь нельзя ловить. Поэтому запреты такие надо контролировать. Мы знаем точно, что кумжа из Мандровского водохранилища проходит в вышележащие водоемы притоки для нереста. Но у нее нет, естественно, реакции хоминга для нереста на этом пороге. Мы как раз решаем эту задачу, выпуская, закладывая икру именно здесь и получая мальков на этом пороге. К ним будет привита реакция хоминга именно на этот порог. И в будущем, когда рыба вырастет, она придет нереститься естественным образом уже именно на этот порог. Все три года ученые Карельского научного центра работали на разных участках. Обследовали все притоки реки Монча. Озера Ольчи, Куцколь, Монча озера, чтобы всесторонне понять строение экосистемы и пути миграции рыбы. Ставили гнезда инкубаторы. Специальное оборудование, лабораторные исследования требуют больших вложений. Поддержка компании «Нурникель» позволила реализовать и продолжить этот долгосрочный проект. Очень хочется быть эффективными. К сожалению, способ, который подразумевает просто выпуск малька в речку, самый распространенный в подавляющем большинстве, эффективность очень низкая. Выживаемость этих мальков, она стремится к 10-20%. При таком методе как раз все наоборот. Здесь смертность этих мальков, она как раз в районе 10%. Возможно, именно за такой методикой выращивания рыбы будущее. Это ученым только предстоит оценить в ближайшие годы. Но уже сейчас ясно, что восстановление экосистем необходимо и важно для людей, которые живут в Мальчегорске. Создание лучших условий среды для компаний в приоритете. Мы отрабатываем технологию, которая, по нашему мнению, является перспективной, которая может быть тиражирована, использована в Мурманской области. Визит министра природных ресурсов Зинаиды Середы для ознакомления с технологией подтверждает, что вопрос актуальный, что мы готовы делиться опытом и помогать коллегам, помогать региональной власти. Мы активно сотрудничаем. У нас заключено и соглашение. И, кроме того, мы в рамках форума, который мы провели в этом году, создали экологический календарь. В этот экологический календарь мы вложили огромное количество мероприятий, в том числе и с промышленными партнерами, таким у нас является Норникель. В рамках него как раз у нас и идет разведение, в том числе и рыбы. В полной мере говорить о результатах проекта можно будет через несколько лет. Но уже сейчас ясно, что этот совместный труд важен для многих. Он созвучен направлением федеральной повестки. К слову, сейчас Мурманская область занимает четвертое место в национальном экологическом рейтинге. А стало быть, такое объединение усилий может стать прочной основой для достижения важнейших целей по сбережению экологии Мурманской области. Мурманская область